Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Марии Сочи назначили новых управленцев. Кто теперь будет выбирать курс молодежной и социальной политики, объявились сегодня на планерке главы города. Афишу сменит и фестивальный. Там также назначен новый директор. Бункер-накопитель, мусорный контейнер и полигон. Сочинцы, в котором незнакомы такие слова, сегодня штрафовали муниципальные инспекторы. Рейд прошел по местам застроек. В Сочи высадился снежный десант. Около 50 бойцов студотрядов пошли в гости к ветеранам Великой Отечественной, принялись за уборку памятников, а сегодня приняли участие в автопробеге по памятным местам городских сел. В мэрии Сочи произошли кадровые изменения. В целом, сегодня стало известно о трех новых назначениях. Руководители сменили два управления сочинской администрации. Также сегодня мы развучил имя нового директора концертного зала «Фестивальный». Что еще обсуждали на планерке главы города, знает Елена Всецына. «Фестивальный» не поменяет кардинальную афишу, но станет новой площадкой для всевозможных фестивалей. Об этом сообщил сегодня официально назначенный на должность директора концертного зала Андрей Безроднов. Его место начальник управления молодежной политики администрации Сочи занял Бахтан Хикланзе, который также намерен внести ряд корректив в работу с молодежью. А новым начальником управления социальной политики стал Александр Митников. Мы должны поменять направленность. И наше управление, социальное управление, оно должно для всех наших общественных организаций, инвалидов, стать надежным партнером, любимым партнером. Изменения должны коснуться и внешнего облика курорта. Глава города дал поручение главам районов и управлению дизайна провести мониторинг каждой сочинской улицы и в течение 10 дней внести предложение по улучшению внешнего вида. Вот это задача задач. Надо строить, надо делать, но при этом, я еще раз говорю, город выглядеть должен красиво. Мы знаем, что сейчас и фасады домов надо покрасить, и фасады офисов, и фасады банков. Обновления ждут не только дома, но и дороги. Их будут ремонтировать по федеральной программе. Выделено 830 миллионов рублей. Часть дорог отремонтируют на краевые средства. Это касается в первую очередь аварийных участков и оползневых, которые идут к объектам показа. Напомнил глава города о необходимости кранировать деревья и продолжать борьбу с карантинными вредителями. Речь шла на планерке и о продолжении работы по сносу аварийных жилых домов. В прошлом году демонтировано 18. 131 квартира будет выделена в доме на улице Вишневая. В том числе и для переселенцев с Инжирной и Перелетной. На данный момент задачи, поставленные в дорожной карте на 2018 год, выполнены. В настоящий момент сформирована карта дорожная на этот год. По ней мы должны снести оставшиеся 11 домов. В Сочи продолжается и снос незаконных построек. Это 54 объекта незаконного строительства, снос которых проводится по решению суда с привлечением строительных организаций. Отчитался о профилактической работе с населением представитель газовой службы. Глава города поставил задачу обеспечить безопасность при эксплуатации газового оборудования всего жилого сектора. А город тем временем подошел к важной дате пятилетия со дня проведения Олимпиады. В Сочи отмечать будут три дня 10 февраля, 11 и 14. Они будут насыщены разнообразными мероприятиями. В том числе и состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе по трассе Формула-1 от Ирины Слуцкой. Все это будет происходить у нас, конечно, на наших горнолыжных курортах, а именно на горке город на второй очереди, куда все наши желающие поучаствовать в этом мероприятии. Горожане могут подняться бесплатно с 9 до 10 на подъемники. Это нам предоставляет курорт. В 10 часов начнется мероприятие, которое будет включать в себя, конечно, торжественную часть. Где мы будем вспоминать наши легендарные страницы истории города. Мероприятия будут проходить на горнолыжных курортах и в Олимпийском парке. Повезет тем, у кого сохранился паспорт болельщика 2014 года. Тогда вход на все олимпийские объекты, где будут проводиться мероприятия, будет бесплатным. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Штраф за свинство. Именно так можно назвать то, как выглядят строительные площадки в Соболевке. Сегодня туда отправились сотрудники управления административной инспекции. Они проверяли, как застройщики соблюдают правила благоустройства и санитарного содержания строительных площадок. С муниципальными инспекторами в рейд отправилась и Ольга Десятого. То, что раньше считалось окраиной, превратилось в развивающуюся территорию. Соболевка сегодня это район новостроек. Стройки здесь на каждом шагу. Это не только источник шума, но и грязи. Вот с этой стройплощадки жижа стекает прямо на проезжую часть. А здесь не только ездят машины, но и ходят люди. Прогулка с ребенком, рассказывает Наталья Туманян, больше похожа на полосу препятствий. Тут грязь постоянная. То есть, как бы дорога сами видели какая, да? То есть, не пройти, особенно с детьми, и вообще, особенно, когда дождь идет. Более того, застройщик разместил свои стройматериалы на муниципальной территории. Словом, нарушил целый ряд правил благоустройства и санитарного содержания. В ходе сегодняшнего рейда были выявлены такие нарушения, часто встречаемые на строительных площадках, как отсутствие ограждения, отсутствие бункера-накопителя, информационного счета строительного объекта, а также складирование строительных отходов в местах, не предназначенных для этих целей. А вот на хозяина этого дома сегодня составили уже не первый протокол. Но мусор застройщик вывозить с территории уже построенного дома не спешит. За кадром он пообещал вывезет отходы к 15 февраля. А вообще, на исполнение предписания у него есть месяц. В противном случае, материалы по делу о нарушении правил благоустройства будут переданы в суд. Мы сталкиваемся с таким нарушением, как отсутствие договора на вывоз с территории строительной площадки твердых бытовых, крупногабаритных и строительных отходов. Все строительные отходы, которые строительные, бытовые, неважно, любые отходы на территории строительной площадки должны накапливаться в специально отведенном месте, бункере накопить, либо контейнере, и в соответствии с заключенным договором должны вывозиться на полигоны. На фоне красиво разрисованной подпорной стены этот дом и куча мусора смотрятся особенно вызывающе. Хозяина этой стройки инспекторы уже давно взяли на карандаш. Ему выпишут очередной штраф. Для физических лиц до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 10. Юрлицам придется раскошелиться на сумму до 50 тысяч рублей. А при повторном нарушении штрафы возрастают в более чем два раза. Поэтому застройщикам еще раз советуют соблюдать правила благоустройства. Это сохранит не только их деньги, но самое главное – чистоту в городе. Стали известны подробности массовой драки со стрельбой на остановке общественного транспорта в Олимпийском парке. В соцсетях появились фотографии пострадавших от резиновых пуль, а также объяснительная одного из участников инцидента. Напомню, накануне на Олимпийском проспекте 10 мужчин начали выяснять отношения буквально на глазах у полицейского. Правоохранитель пытался их утихомирить, но тщетно. Пока подъезжало подкрепление, группа молодых людей набросилась на одного из мужчин, избивая его куском арматуры. Жертве удалось вырваться и добраться до своего автомобиля. Парень вернулся к обидчикам, но уже с оружием и открыл огонь из травматического пистолета. Стрелком оказался 24-летний уроженец Грузии, проживающий на курорте. Из протокола допроса следует, что молодой человек на своем автомобиле «Опель Астра» подъехал к отелю «Богатыри» и припарковался на обочине. В этот момент рядом остановилась машина, из которой вышли четверо мужчин. Трое из них были знакомы с водителем «Опеля». Они подбежали к нему и начали избивать. К месту происшествия подъехали сотрудники полиции. Стрелка задержали, а нападавшие скрылись. По словам задержанного, разрешение на оружие у него нет. Откуда у него пистолет молодой человек по имени Анар не помнит. Где найти избивших его хулиганов не знает. Также Анар подтвердил, что претензий к этим гражданам он не имеет. Сочинские полицейские проводят проверку. Исторические границы Краснодара планируют расширить до 133 кварталов. Проект включена часть города от улицы Кондратенко до кинотеатра «Аврора». Об этом стало известно на заседании общественного градостроительного совета. Его провел глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор потребовал ускорить разработку нового генерального плана. Его создают уже с 2016 года, но он так и не был представлен. С подробностями коллеги из Краснодара. Архитектурную работу над лицом исторической части Краснодара можно сравнить с пластической операцией. Здесь также важны максимальная точность, аккуратность и детализация. Определение периметра исторического центра Кубанской столицы — глобальная работа по сохранению внешнего облика города. В мэрии уже планируют расширить эти границы с 94 до 133 кварталов. В проект включены зоны от улицы Кондратенко до кинотеатра «Аврора». Вопросы градостроительного развития Краснодара сегодня обсуждали на совещании у губернатора. Свои предложения озвучили и общественники. Мы предлагаем 439 исторически ценных градоформирующих объектов ограничения застройки центральной части квартала 21 метр по большинству кварталов. Речь о том, что сокращая количество исторически ценных градоформирующих объектов, мы теряем сам смысл исторического поселения. Потому что не памятники определяют подлинную среду, а именно градоформирующие объекты. Мы должны развиваться, еще раз подчеркиваю, но и сохранять то, что у нас есть. В том числе, уже не раз говорили, исторический центр, который тоже должен быть в генплане отражен. С пониманием, где его границы, этого исторического центра. И там уже однозначно никто не может ничего построить, исходя из архитектурно сложившегося уже облика, высотности и параметров, которые существуют в нашем историческом центре. Не нужно хитрить ни с городом, ни с горожанами. Не нужно. Если сказали оставить исторический центр таким, какой он был, давайте его оставим. А коллеги, я вот обращаюсь к чиновникам справа сидящего, мы позволяем кому-то хитрить. Опять архитекторы у нас все время что-то говорят, красивое, умное. Коллеги, да не надо что говорить, возьмите и сделайте. Не нужны эти рассуждения. Не нужны. И каждый архитектор думает, что он спаситель города. Слушайте, он могильщиком города уже стал. Если сегодня здравое, мы пытаемся закопать. И сказать, что нет, город должен развивать. Развивайте город. Но там, где новые идут освоения участков, вот там и строите. Чтобы не позволить хаотично застраивать, в том числе исторический центр Краснодара, нужен генеральный план города. Это такая конституция, в которой четко прописано, где и как можно, а где нельзя возводить жилые многоэтажки, офисные центры или магазины. Разработки обновленного документа после прихода на должность мэра Евгения Первышева начали говорить больше двух лет назад. Тогда Вениамин Кондратьев попросил главу краевой столицы не затягивать с этим вопросом. Сегодня уже потребовал его решить в кратчайшие сроки. Много правильных слов говорили о том, что нужен Краснодарский план, что Краснодару нужна строительная конституция. Все соглашались, все, и кто слева сидит, и кто справа. Но до сих пор нет ни единого плана. Нету строительной конституции, хаос строительный, по большому счету. Все, как было-таки, есть покрыто мраком. Мраком. С точки зрения понимания, где можно строить, где нельзя, как можно строить и какой высотности можно строить. Мне важно понимать, почему ничего нету. Миллионник сегодня у нас. Это столичный город региональный, он развивается. Я уже говорил, что в Краснодаре хотят жить. Евгений Алексеевич, мы 2 декабря, я специально попросил, когда было первое поручение, и когда мы с вами общались на эту тему. 2 декабря 2016 года. Уже третий год пошел. Но третий год, коллеги, саботажа. Поверьте, саботажа. И люди те же. Я вам сказал, перезагрузите этих людей. Дайте мне четкий алгоритм до конца года, чтобы генплан был. Поэтому то, что делали 2 года, значит сделайте за год. Сегодня отобрана организация, которая в том числе и занималась генеральным планом Петербурга. Это Институт перспективного развития, Питерский институт. Работа ведется достаточно глобально, уже большая. Основной документ мы рассчитываем, что мы его получим к концу этого года. Я сказал, что к концу года мы его твердим. Услышали, нет? Еще раз подчеркиваю, сроки неизменны. К концу года. В прошлом году из краевого бюджета на разработку генплана Краснодара перечислили 64 миллиона рублей. В этом предусмотрено еще финансирование. Почти 44 миллиона. Генеральный план должен учитывать перспективное развитие города и соответствовать требованиям времени. Для этого привлекают не только исследовательские институты, экспертов, но и общественников. По сути, простых жителей кубанской столицы. Ведь кто, как не они, знают слабые стороны. Поэтому чиновники должны не только слушать, но и прислушиваться к мнению горожан. Коллеги, знаете, все те, кто сейчас сидит про себя и думают, что вот один сумасшедший, другого сумасшедшего слушает. Вы так не думайте, потому что у вас один аргумент. Город теряет развитие. В чем теряет развитие? В том, что мы зеленые зоны не превращаем в бетонное стекло, что ли, или в частные массивы. В чем развитие теряем? Почему в интересах меньшинства должны страдать большинство сегодня горожан, которые сегодня живут уже в этом городе? Это жизненно необходимо сегодня что-то сделать. Просто обидно, что в одиночку это делают. Горожане тоже так же думают. Что, получается, весь город сумасшедших, что ли? Так не пойдет. Не надо думать или мешать не надо. А если не согласны, ну, уйдите в сторону. Обсуждение между архитекторами, историками, чиновниками и общественниками вызвало бурную дискуссию. Заседание длилось почти 4 часа. Каждую тему пытались рассматривать детально. Тем более, что Краснодар увеличивается в своих масштабах. Город в районе восточного обхода прирос более чем на тысячу гектаров. И все это также требует детального проекта планировки. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань 24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 30 января в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 12-14 градусов выше нуля. Сезон больших скидок в торговом центре Мюнхен до 70%. Модная европейская одежда и обувь по супер выгодным ценам. В магазинах торгового центра Мюнхен скидки 30, 50 до 70%. Модные бренды, оригинальный дизайн, яркие аксессуары. Мюнхен. Время выгодных покупок. Рабочий день главы региона сегодня проходит в Усть-Лобинском районе. Вениамин Кондразев посетил ряд проблемных объектов. Один из них район из АГС. Зал бракосочетаний на втором этаже находится в аварийном состоянии. Там прогнили деревянные перекрытия, из-за чего пол в любой момент может рухнуть. Уже около трех лет марш Мендельсона звучит этажом ниже, в холле, который покрыт трещинами. Любому ремонту, ребят, любой реконструкции есть время. Если время уже исчерпало ожидания людей, в том числе молодых, у которых на всю жизнь память о том моменте бракосочетания, конечно, вот тот холл, который приспособлен, жалко, что он остается и в альбомах, и в памяти. Это, конечно, хороший зал. Но время ожидания, конечно, оно уже давно-давно завершилось. То есть они ждали, они ждут, но они устали ждать. Я понимаю, вот эти молодые пары Уст-Лобинского района, Уст-Лобинска, которые, конечно, сегодня расписываются в приспособленном поле. Конечно, я никуда не буду. Уст-Лобинский район – лидер в крае по количеству жалоб в адрес президента и губернатора. В эти минуты Вениамин Кондразев проводит встречу с активом муниципалитета. А на вопросы жителей также ответят вице-губернаторы, представители краевых ведомств и глава Уст-Лобинского района Николай Артющенко. Почти 900 дней холода, голода и смертей. И город-герой, который сумел выстоять. В эти дни отмечается 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. В Краснодарском крае проживает около 400 человек, выживших в блокадном Ленинграде. Вениамин Кондразев встретился с блокадницами, проживающими в кубанской столице. За чашкой чая женщины поделились с губернатором своими воспоминаниями. Лидия Хамелянина готовится к приему гостей. На кухне уже заваривается чай, а стол полон угощений. Торт, конфеты, фрукты. 27 января для леди Тимофейны особенный праздник. Ровно 75 лет назад ее родной город Ленинград полностью освободили от фашистской блокады. Маленькой Лидочке тогда едва исполнилось семь. О фруктах и сладостях не то чтобы мечтать не могли. Единственной мыслью было, где достать кусочек хлеба. Сейчас мы можем позволить все себе. И фрукты, и сладкое печенье, и все. А тогда, конечно, мы были рады каждому кусочку хлеба, каждому колоску. Мы ходили собирать колоски, работали в садах. И для нас это все было в радость, в радость. Каждый кусочек хлеба, каждый кусочек сахара. А тогда минимальная норма хлеба была всего 125 граммов. Сейчас сложно представить, как вместо обедов и ужинов дети ели клочки бумаги, намешанные с водой клей и суп из кожаных ремней. Отец Лидии Хамеляниной отправился на войну, а мама пошла работать в госпиталь. Маленькую девочку вынуждены были определить в детский дом. Почти 900 тяжелых и бесконечно долгих дней длилась блокада Ленинграда. А после освобождения северной столицы в 1944 году Лида с мамой переехали в Краснодар. Город, конечно, тоже был разрушен. Но для семьи, которая пережила блокаду, солнечный Краснодар казался раем. Свои детские переживания и боль той страшной войны Лидия Хамелянина переложила на бумагу. Женщина уже выпустила пять книг, стихов и прозы. Сегодня Лидия Тимофеевна руководит Краснодарской общественной организацией «Защитники и блокадники Ленинграда». О том, как приходилось выживать во время вражеской осады и постоянном страхе смерти. Она, как и другие свидетели событий, рассказывает на встречах со школьниками и студентами. Мне хочется довести нашей молодежи в себе ставить цель вместе с нашей великой родиной. Любовь к малой родине, любовь к отчизне. И чтобы на нашем примере прожитой жизни учились и любили и своих родителей, и любили учителей, и наставников, которые дают им путевку в жизнь. Чтобы молодежь, конечно, не знала ни бед, ни горя. Были крепкими, мужественными, чтобы не было больше войны. В общественной организации Лидия Хамелянина познакомилась с Людмилой Кривенковой. Их связало общее детство – блокадное. Сегодня они часто ходят друг к другу в гости. Поздравить блокадниц с этой даты приехал Вениамин Кондратьев. Свидетельницам тех страшных событий губернатор вручил памятные медали – житель блокадного Ленинграда. За чашкой чая женщины поделились с губернатором воспоминаниями, как они и их семьи переживали те страшные 900 дней. А Лидия Тимофеевна прочитала главе региона стихи собственного сочинения. Одна Россия нам дана, одна единая Россия, другой она не может быть. И мы от края и до края ее обязаны хранить. Когда вас слушаешь, вы передаете полностью весь порыв и смысл, вкладываясь в каждый звук, в каждую интонацию. Спасибо. Прочувственно, вам спасибо, что вы такая, у нас есть друзья, у нашей Кубани. Те, кто родился в мирное время, должны всегда помнить о том, что пришлось вытерпеть нашей стране в годы Великой Отечественной. Мениамин Кондратьев отметил, что сегодня, как никогда, важно сохранить вспоминания великого поколения о тех страшных страницах истории и передать их молодежи. Вы живые свидетели, живые свидетели того героического времени, той страницы, великой летописи нашего великого государства. И не было, конечно, этих страниц, героических страниц, оборона Москвы, конечно, Сталинград, конечно, блокадный Ленинград. Не было, наверное, величия нашей державы. Ведь была возможность все равно покинуть блокадный Ленинград. До того, как он стал блокадным, они покинули жители Ленинграда. Потому что не видели смысла жизни, существования вне этого города. Не видели. Вы сегодня, в том числе, в основе сегодняшнего величия, Великой России. Потому что, конечно, великий народ, великое поколение, которое сохранило нашу страну для нас, ныне живущих. Сохранило ценой собственных жизней. Вот только вот стойкость, любовь друг к другу вместе. И вот передаем, что мы передаем эстафету вам, прожитой своей жизни, чтобы на нашем примере молодежь наша училась любить малую родину, училась любить вообще нашу родину, жизнь и цель в жизни надо ставить. Тогда вот состоимся. Вот цель жизни свою, не отделяя от цели... От цели своей родины. Абсолютно. Вот это золотые, друзья, слова. Золотые слова. Принцип их жизни. Они эту эстафету нам передают. И, слава богу, передают. Да. А мы должны ее взять и тоже понести. Это величие великой страны. А потом передать свою эстафету уже по следующим поколениям. Глава региона еще долго общался с блокадницами, но уже без камеры. В войне вместо детства, не затянувшейся рани и о том, как голод сводил с ума. Лидия Хамелянина рассказала, что в доме они с мужем затеяли ремонт. Краевые власти пообещали помочь пенсионерке. И уже ко дню победы квартира обретет новый облик. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Снежный десант снова высадился в Сочи. Всероссийская патриотическая акция стартовала сегодня на курорте. В планах бойцов студотрядов проведать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые проживают в горных селах Сочи, провести акцию «Дерево памяти» и привести в порядок памятники. Успеть все молодежь планирует до 1 февраля. В рамках акции «Снежный десант» в Сочи прошел автопробег по памятным местам сел Хостинского района. В этом году ко всероссийской патриотической акции на курорте присоединились около полусотни человек. Отряды десанта сформированы из числа бойцов студотрядов. Каждый конкретный отряд закреплен за определенным населенным пунктом. Цель – добрые дела и сохранение памяти. За эти 4 дня ребята оказывают шефскую помощь ветеранам, пожилым людям. Мы высаживаем деревья, мы моем, чистим памятники, мы убираем территории. Проводятся также спортивные мастер-классы в сельских школах и также тематические уроки. В программе посещения у нас ветерана-участника Великой Отечественной войны Петухова Александра Ивановича, который остался на весь округ. Дружинников тыла и посещение памятников, которые находятся на территории округа. Акция «Снежный десант» более 30 лет назад стартовала на Алтае. Сочи к ней присоединился год назад первым из городов Кубани. Добавлю, что акция проходит в рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. В Краснодарском крае общественники проверят качество питания в школах. Активисты оценят санитарное состояние пищеблока, качество продукции, условия хранения и сроки годности. Краевое отделение Общероссийского народного фронта приступило к проверке и оценке качества организации горячего питания в школах региона. Специалисты собираются проверить, как официальные документы, договоры по закупкам согласно 223-му федеральному закону, цены и условия поставок детского питания, меню, соблюдение норм СанПИН, так и сами кухни и столовые. Кроме этого, Общероссийский народный фронт установит количество смен, в которые питаются школьники, оснащенность столовых и разрешают ли детям приносить домашние обеды. Наш регион занимает 5-е место по стране по качеству школьного питания. Это хороший показатель, но мы хотим исключить отдельные возможные нарушения, отметили в пресс-службе. Также отмечу, что Роспотребнадзор разработал проект об утверждении новых санитарных правил к организации питания детей, в рамках которого рассматривается запрет для учеников российских школ приносить с собой на занятия блюда, приготовленные дома. К слову, с 1 января выплачивать компенсации за питание детей в школах края начали по-новому. Стоимость же питания учащихся школ и все связанные с ней льготы в новом году сохранились. Просто механизм стал более правильным и прозрачным прежде всего для родителей школьников. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...